Есть такой учёный, французский учёный Алексей Каррель. И вот однажды он написал такой флософский труд, такую флософскую работу, где он говорит о личности человека. И он сказал, что личность человека не кончается там, где человек ограничен своей кожей. Он говорит, каждый человек своей личностью простирается по всему свету. Вот знаете, сначала мы это прочитали, подумали, ну мистика какая-то. Ну он пишет, например, что сладкоежка, у него вот эти вот связи со всем, что можно съесть сладенького. Человек, который, ну например, сребролюбивый, у него везде вот где деньги лежат, и вот туда идут. То есть он такой, как осьминог, который вот свои щупальцы распустил, но если осьминог их 8, то у человека их может быть много. Много там, да? Вот, и вот этими осьминогами, значит, этими с вами щупальцами человек как вот своей личностью цепается. К чему-то прилипает, что-то хватается и держится. Вот сейчас подумайте, а ваши щупальца к чему прилипли? Что вообще составляет из себя вашу жизнь? Просто однажды митрополит Антоний Сурышский описал такой случай. К нему пришла женщина, у которой муж умер, а сын оказался в сумасшедшем доме. Почему сын оказался в сумасшедшем доме? И говорит, вроде раньше он как-то адекватно реагировал. Сейчас, говорит, вообще он перестал нормально реагировать. Вот я ему сообщил о том, что отец умер. Он говорит, нет, отец не умер. Он расхохотался, говорит, мама, ты ничего не понимаешь. Пока вот этот телевизор, вот этот диван стоит на месте, на котором он сидел, пока вот все его студенты, которым он читал лекции, живы, отец тоже живой. Он не может умереть. И священник, когда поедал к нему, ему всегда так объяснил. Я все у отца вообще не видел дома. Даже если он был дома, он весь был там. И пока живы все те люди, которым он принадлежал, отец мой жив. И вот и Антоний Сурчский говорит, ну можно сказать, ну это рассуждение сумасшедшего. Говорит, ну давайте с вами подумаем. Ведь в этих рассуждениях доля правды, причем огромная доля истины. Мы себя представляем то, к чему прилеплено наше сердце. Итак, книга Экклесиаста, седьмая глава с пятнадцатого стиха. Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей. Нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого. Потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Вот интересно, Экклесиаст тут ставит такую планку. На одну планку ставит. Вместе суперправедного человека и супергрешного. Смотрите, как он пишет. Я всего насмотрелся в суетные дни. И праведник гибнет в праведности, и нечестивый долго живет. Не будь слишком строг. И не предавайся греху. Зачем тебе умирать не в свое время? То есть если ты слишком строг, то есть ты слишком строг к кому? В другим. Ты себя считаешь кем? Суперправедным? Суперправедным. Ты от других требуешь чего? Соблюдение каких-то суперправедностей. И на одной планке стоят те, которые погибают, находятся в суперправедности, и те, которые сами... И те, и другие своими щупальцами прилипают, как осьминоги, к каким-то делам, традициям, религиям, обрядам. То есть если супергрешник прилипает к грехам, то суперправедник прилипает к каким-то религиозным обрядам. Вот нужно обязательно в день столько времени писанию, столько времени молитве, столько времени добрым делам, столько времени тому, столько времени сему. Вот он к этому прилип, и он точно такой же осьминог прилипший. Как супергрешник, которому нужно обязательно выпить, обязательно ругнуться матом, обязательно кольнуться, что-то украсть и так далее. Просто у этого щупальца в одном месте, у этого щупальца в другом месте. А сущность-то одна и та же. Вот о чём говорит Экклюциаст. На одной рамке мы, на одной планке все находимся. И дальше Экклюциаст предупреждает нас с вами о таких крайностях. Мудрость делает мудрого сильнее десяти властителей. Которые в городе. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твоё знает много случаев, когда и ты сам злословил других. То есть нам легче всего грех в кому видеть? В окружении. В другом. То есть самим подняться на суперправедность, а других видеть грешниками. И вот нас Экклюциаст предупреждает. Говорит, да будьте осторожны в этом. Да не на всякое слово обращайте внимание. Вот вспомните, ведь наверняка было такое, что про вас какие-то сплетни распускали. Правда? Ого! И неприятно было, да? Ого! Или нормально? Вот очень часто мы наши вот эти вот сплетни облекаем в духовные такие оболочки. Очень часто это происходит в виде молитвенной просьбы, в виде какого-то служения, да? То есть там поручить кому-то. Ну, представьте себе, я всё время так вот привожу пример. Вот приходят, когда люди жалуются, вот у нас ничего нет такого, а про нас уже не знают, что в церкви говорят. Я говорю, ну подождите, ну представьте себе, что вот кто-нибудь к вам подошёл и сказал, вы знаете, тут про вас в церкви говорят, что вы верблюд. Просто оделись в человеческую кожу. Ваша реакция на это, скажем, ну, либо у тебя крышей, либо у всех крышей. Но в лучшем, если у вас чувство юмора, расхохочетесь. В лучшем, или там вообще в другом случае, просто махнёте рукой и забудите про это. Это глупость, это чушь. Но если вас что-то трогает, значит, есть там зерно истины. Ну, понимаете, если вы не верблюд, вас это не будет трогать, что про вас говорят это. Если вас это трогает... У нас вот однажды была такая ситуация, когда наша дочь подходит к нам и говорит, вы знаете, меня вот сейчас мучает совесть за то, что... Ну, вот на склассе там стали одну девочку обсуждать. Ну, и я как-то вот тоже там покритиковал её, да, в этом кругу. Девочка-то хорошая. Ну, я потом с ней разговаривал, ну, нормально. И мне сейчас стыдно просто, да. Отвратительно сама себе, что вот я поддалась вот на общую. И у неё за спиной там про неё говорила. И вот мне говорит, прям сейчас так плохо, так плохо, мне так стыдно. Девочка-то хорошая, вот что мне делать? Ну, мы сказали, Оля, ну, если ты вот так вот светлая-то поняла, подойди завтра. И прям так скажи, знаешь, ты замечательная девочка. Прости меня, пожалуйста, за то, что вот я когда-то вот позволила вот себе участвовать в таких нехороших разговорах. Вот, прости, просто знаешь, что я тебя очень люблю и уважаю. И вот ведь, по сути дела, вся наша жизнь такой экзамен, да? Как мы контролируем, не контролируем, пресекаем, не пресекаем. Ну, а теперь такой вопрос. А в вашей жизни вам приходится, когда сталкиваться с чем-то новым, неизвестным, вот как вы действуете? Осторожно. Ну, вот что-то вот такое. Столкнулись с чем-то новым. Вам что-то надо сделать такое, что вы никогда не делали. Вот как вы к этому относитесь? С осторожностью? Или рискуете, не задумываясь? Вообще вас новое как, пугает? Или наоборот, вы говорите, классно, наконец-то жизнь не будет такой скучной? Я очень осторожна. Осторожна. То есть вы сразу продумываете, что будет вдали, да? Ну, я как-то анализ сделаю все равно свой, что я именно думаю об этом. Как бы мне это ни представили дело, я все равно сделаю вывод, как бы я отнеслась к этому. Возьмусь я за эту группу анонимных игроков или не возьмусь? Ага. Потому что смогу ли я вести ее в дальнейшем? То есть не просто одни слова, а чтобы это креплялось еще и делами. Ну, так нет. Хорошо. Так, а у вас как, Раэль? Ну, может, насчет вас интересует, как-то оно интересно, но все равно как-то и в тот же момент страх какой-то. То есть вы беретесь, но с осторожностью? Ага. А я думала? Мне тоже с осторожностью, наверное. Думаю, может, кто-то лучше меня, наверное, сможет это делать. Буду со всех точек подходить, смотреть. Искать много советчиков, да? Мне это было со мной, это вот понятно, чтобы я эти пережила чувства, вот все вот. И Клисиас пишет, да? Вот это испытал я мудростью. И я сказал, буду я мудрым. Но мудрость далека от меня. Далеко то, что было. И глубоко, глубоко, кто постигнет его? Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечесть и глупости, невежество и безумие. А вот скажите, вообще какие пути повышения мудрости? Понятно, что вопрос риторический, но просто давайте еще раз вот так вот. Попытаемся, да, проговорить. И пойдем дальше. Пути повышения мудрости. Что нужно сделать, чтобы стать мудрым человеком? Первое. Может быть, сейчас это будет истина в последней инстанции, но первое. Знание. Получить знание. Для этого знания, еще. Образование, да? Еще. Определенное. Опыт. Опыт, еще. Иметь большую любовь тем, кому несешь. Тем, кому несешь мудрость, еще. А как это делать, практически иметь любовь? Ну, то есть опыт можно получить там, проживать. Можно учиться с Ижурсболом. То есть изучать его слово и учиться любить. Ну, да. Учиться любить, да. Еще. Всю жизнь. Всю жизнь, еще. Еще что? Ну, вот по словам, опыт, что вы понимаете? Давайте вот расширим там, вот эти слова. Что? Учиться нашей комбинации. Ну, и за своих тоже, да. Исследовать ошибки и делать из них выводы, да? Ну, конечно. То есть не опускать руки, а идти дальше. То есть трудиться и в любом случае что-то делать в этой жизни. Еще что может нам мудрость придать? Что? Усердие. Годы, годы. ТВ-семинария, благотворительный проект, наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Но что пишет дальше Экклесиаст? И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, а сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Вот это я нашел, сказал Экклесиаст, испытывая одно за другим. Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысяч я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Кто как мудрый и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, а суровость лица его изменяется. Вот вообще странно, да? Сначала как-то вот такой непривлекательный образ нас, женщин, а потом опять возвращаемся к мудрому. А вообще, как вы думаете, почему вдруг такой непривлекательный образ женщины, вот Экклесиаст? Экклесиаст. Ну, проблемы у него с этим. Проблемы. Потому что опыт Соломона с тысячей жеными-наложницами или Давида с Версавией, что там, почему он так женщину рисует, Экклесиаст? Что видит, то есть все женщины такие. А вот правда, так вот он пишет, все женщины такие. Вообще, как вот вывод, потому что это как-то так неожиданно раз и вплелось. Очень неожиданно вдруг, да? Перед этим... И обидно становится за женщин-то, да? Вот женщины-то какие, оказывается, горще смерти женщины. А потом дальше опять возвращается к мудрости. Ну, интересно, смотрите, мужчин-то одного из тысяч он нашел. А женщин нет среди праведных. Ну, мужчин-то тоже один из тысячи. То есть это вообще 0, 0,1 процента. То есть, понимаете, какая вот вещь интересная. То есть какой-то плач мужчины по мужскому полу, который вроде бы как должен быть... Вот как я женщинка вижу. Который вроде бы должен быть действительно сильным, да? Быть мужчиной, а попал в силки женский. Так. В 29 стихе, как в ответ на все есть. Ага, ну-ка. Что, ну-ка, уже со грехопадением люди всякие помыслы пошли. Да, это вот, Бог не так все хотел. То есть мы можем с этим справиться, если... Вернемся к Богу. И опять, кто глава-то, получается, в возвращении к Богу? С кого должно начинаться? Мужчина. Мужчина. Потому что, ну-ка, люди, пусть все, все, многие... Да. Да, такой непривлекательный образ женщины нарисован, вроде бы не очень привлекательный образ мужчины, а все равно, смотрите, все равно экклесиаст, вот хоть и говорит пессимист, да, в этом, ничего подобного, он нас постоянно возвращает к тому, чтобы мы вернулись к такому положению, к безгрешному. А мне вот жалко, что мужчина в этом порочном круге оказался. Но нет праведного ни одного, что с поделать. То есть у тебя такая мужская цель уже давно здесь работала, да? Вот просто я сейчас вспомнилась тоже одна такая консультация, женщина в прямом эфире поделилась такой проблемой. Живем в 10-метровой комнате, трое, три семьи, трое соседи с нами в одном, оба работаем, денег не хватает, ребенку год, а я забеременела опять. И вот не знаю, сказать ли мужу, может быть, пойти и вот тихонечко сделать аборт. Потому что эта новость его просто убьет. Убьет моего мужа новость. Ну, живем в коммуналке, можно сказать, денег нет, а тут еще один ребенок. Вообще, по идее, сложнейшая жизненная ситуация, да, вот так вот подумать, сложнейшая. Вот, но мы сказали, ну, понимаете, сейчас верующая, ну, как верующая, это мы работали на радио, но туда звонили все. Все. Туда могли звонить и неверующие, и кто угодно. То есть мы не спрашивали глупого, кто верующий, неверующий. У них уже ребенок был даже. Да, есть один маленький ребенок, ему годик. А она теперь забеременела, узнала, что беременная. Вот она не знает говорить. И первое, что мы сказали, она должна сказать обязательно, обязательно скажите мужу. Ну, это неверующие. Ну, нельзя категорично утверждать. Да, то есть среди верующих людей тоже бывают такие вопросы. И делаются втихаря аборты, делаются. Все бывает. Втихаря разводятся. Все знаем. Вот, и если о разводе узнается достаточно просто, то об абортах вообще могут. Никто никогда не знать, это только в душах людей. Но мы не об этом сейчас говорим. Мы говорим о том, что, в общем-то, вот цель наша, вот за те несколько минут консультации, что сделать. То есть вот то, что она боится сказать мужу, сразу сказал об их отношениях в семье. Да, муж и глава. Может быть и глава, но отношения не выстроены вот так, как должны бы быть. Глава, главарь. Да, глава, главарь. Помогите мужу быть причастными к вашему общему вопросу. А она приняла эту позицию жертвы. Она решила всю жертву, засадавшую себя, взять на себя. Не принимайте эту позицию жертвы. Это первое. И второе, что мы сказали. Вы знаете, сейчас у вашей семьи есть несколько месяцев, чтобы решить эту проблему. Ну вот сейчас вы узнали, что вы положили, значит еще месяцев 8 и у вас точно есть. Ну 7. 7-8 месяцев до рождения ребенка. Решить проблему, можно переехать более большую квартиру там поменять на окраину города. Потому что я сказала, у вас есть комната в центре Москвы. Но комната в центре Москвы вообще за эту сумму можно купить в деревне Пупырловка трехэтажный дом. Понимаете? То есть как бы вопрос тут не стоит в том, что вам негде жить. А вопрос стоит в том, что в этой семье амбиции именно в Москве и именно в центре Москвы. То есть понимаете, то есть здесь вот именно наша была задача помочь ей пересмотреть свои ценности. Что для вас важнее, жизнь или комната в центре Москвы? Она говорит, вы знаете, я что-то как-то это так не ставила вопрос. То есть вот мы на чашу весов положили жизнь ребенка, а на другую – финансовые трудности. Понимаете? И вот правильно важно помочь человеку вот как бы начать совершенно иначе. Вот из этого порочного круга выйти, из этих порочных мыслей, помочь вырваться. И помочь вот этому своему мужу, который, ну, один из тысячи, да, пусть женщины там ни одной нету, да, но помочь и самому выйти из греха, и в свою семью вытянуть. Вот видите, насколько мы нужны в этом друг друга. Друг другие вопросы для личного размышления. В чем проявляется в вашей жизни экстремизм? Помните, мы вначале говорили? То есть экстремизм – это вот эти перегибы, суперправедность, супергреховность. Вот я вот тут вот, ого-го, какой молодец. А вот тут никому не скажу, мне стыдно. То есть это вот как раз вот эти экстремизмы духовные. Ну и мешает это вам или помогает в жизни. Кстати, мы встречали людей, которые вот у нас на группе делились, что вот это вот состояние суперправедности им действительно помогает там в работе, в беседе. Ну, обсудите. Вы знаете, вот на группах… Душа по печенье, когда человек приходит, его нужно наставить, нужно вот тут же, чтобы он… И нужно, чтобы во мне он здесь все осознал. Духовного, придуховного. Ну то есть, как бы, вы знаете, вы услышите очень много вариантов ответов, и будет замечательно, как вот ваша группа, вот вы сами в группе придете к какому-то вот заключению. Может, даже не одному, но они все равно все будут в одном ключе. А ключ его всегда один – жизнь под Солнцем и жизнь в Царстве Небесном, в вечности. Вот, и вот это вот важно просто будет вот вам в группе развести вот у людей вот эти два понятия. А так может быть много разных ответов. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. ТВ-семинария